Девушки отдыхают 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 как обычно путешествуем естественно начинает заправки значит кому интересно значит дизель 48 25 95 50 40 2 46 45 ищем дизелек у нас машины дизельная значит мрс мл полный привод перед тем как заехать в крым я вам рекомендую залить полный бак прям до талого если у вас есть канистры наберите канистру дело в том то что в крыму есть две заправки хорошим с хорошим топливом это оттан и т.с. но бензин и дизель там дороже порядка 45 рублей поэтому на это обратите внимание вот мы всегда перед тем как заехать наливаем полный бак зависит сколько нам нужно там путешествовать я заправился значит вышла 4 451 залил я 89 89 литров вот я вам покажу по 48 25 машине бак 100 литров у нас получается сейчас вам скажу запас хода запас хода на 1000 километров ну посмотрим сколько покатаем на кота им погнали дальше еще нас часто спрашивают а что брать если с детьми дай если вы впервые попали на наш канал то вот мы путешествуем давно уже на машине с двумя маленькими детьми скоро у нас родится 3 я уже показывал и что брать с собой в дорогу просто быстрый перекус то что без косточек до чтоб не дай бог там не оперхнулся вот мы берем вот такие печеньки например рыбки какие-то крекеры какие-то фруктики бананы яблочки до что такое персики тоже конечно любим братья но сами память когда его кусаешь все течет и машина будет удела поэтому конечно лучше например взять виноград кишмиш какой-нибудь вот воду обязательно мы берем себе в бутылки детям туда назад ложим вот и соответственно вот они едут и хрустят всю дорогу значит смотрите по традиции мы заезжаем в помпончики мы именно в этом помпончики уже ушли и здесь нормальная еда вообще сеть такая бодрая и вот сразу возле нее есть еще заправка рост нефть вот кому нужно будет пропустят а еще тут есть ярмарка кубанская и стать очень много людей просто так вот останавливаются перекусывают свое ходят в туалеты и дальше продолжают путь я в общем прям обиделся на помпончики в этот раз потому что никакой предупредительной таблички нету что они сейчас не работают и люди останавливаются заезжают сюда тратят свое драгоценное время заходят на кассу им только на кассе говорят что извините мы сидят не работаем нас отключают свет вот поэтому мы не покушали и едем дальше пошли здесь же через дорогу за и зашли значит на заправку просто купили еды заодно поменялись местами настенька с артем картем теперь поет со мной носика покушает и ляжет вместе с райончиком отдыхать ребята коль вы смотрите этот выпуск значит наверняка вы поедете в крым так вот мы пропутешествовали по крыму прилично изучили его вдоль и поперек и написали свой авторский гайд цена нашего гайда всего лишь 490 рублей приобрести очень просто можно написать либо мне в instagram в директ либо настеньке изучите его и пропутешествовать крым с легкостью и налегке он подойдет для тех кто будет останавливать каких-то отелях гостишках ну и конечно же для тех кто выберет пропутешествовать крым с палаткой там вообще лайфхаки рекомендации маршруты контакты жилья достопримечательности советы в общем все в этой книге почти 100 страниц приобретайте изучайте путешествуйте по крыму с удовольствием это самая важная пожалуй информация наверняка я же записываю ты чё блин вообще что ли так ребята сама сейчас важная информация мы сейчас уже вот-вот подъезжаем на крымский мост и перед тем как вы туда попадете вам нужно решить вопрос с сотовой связи у нас мтс но все операторы которые на материке есть они работают в крыму через роуминг то есть у вас там не будет написано мтс у вас будет написано либо вин либо этот волна либо какие-то цифры так вот на мтс и нужно подключить дополнительную услугу у меня она стоит по умолчанию и списывается ежедневно по 10 рублей с копейками на либо можно подключить сразу на месяц это стоит что-то 130 чем-то рублей но минус всего этого заключается в том то что вот допустим на материке у меня интернет полный без лимит то заезжая в крым даже если я подключаю себе эту услугу дается в день всего лишь 500 мегабайт что делать с этим 500 мегабайтами я не знаю поэтому скорее всего снова трубокнопки как мы это делали в большом путешествие когда мы путешествовали по крыму два месяца с палаткой и также у нас есть сим-карта мы покупали как раз в том году и и возможно она еще будет сейчас работать мы это проверим но смысл в следующем что перед тем как заехать на крымский мост решите вопрос с сотовой связью позвоните своему оператору и спросите что дополнительно вам нужно подключить чтобы такой же пакет остался как на материке перед мостом вот мы уже находимся вот прям перед перед мостом есть заправка лукойл здесь всегда большие очереди вы сейчас сами можете это понаблюдать и что касается значит расценок да на топлива сейчас я вам постараюсь сказать так значит дизель дизель где он сорок восемь восемьдесят девяносто пятый я не увидел в общем сейчас вот здесь будет вставочка посмотрите но здесь такая большая парковка да где можно нормально отдохнуть перезагрузиться как раз на решить вопрос со связью здесь еще будет возможно многим например тоже так счете мне нужен интернет поэтому вы тут можете остановиться покушать отдохнуть и решить все эти вопросы и продолжить путь в крым вывод собственно подъезжаем уже на крымский мост и вот собственно вот так вот видите всех останавливают тут пройдем нормально сядь ухты как завилял потому что его решили также видите вот так вот досмотреть участи он чуть не шедая не крутанулся вот так вот досматривают здесь машины а вот тут вот во видите хлопц и нас сюда вот так вот затягивают вот так вот видите как вот давненько так не делали но почему-то нас затянули все как бы вот так вот мы вместе с вами сейчас попали на полуостров крым так ребята еще мы в общем держим путь на запад но учитывая что мы слишком долго собирались слишком поздно выехали а уже подустали нас никому даже с артемом места я поменялся немножко прям отдохнуть лежа поэтому мы решили сейчас до ближайшего моря доехать до феодосии там разобьем лагерь и конечно же вам покажем как все это будет выглядеть поэтому не переключайтесь так смотрите значит указатель на феодосию мы решили поехать до феодосии там остановиться вот и потом уже продолжить путь покушать переночевать разобьем там лагерь покупаться насладиться немножко морюшком и дальше делать путь стабриды значит мы сейчас уходим и будем двигаться уже нам осталось прям совсем чуть-чуть до феодосии до феодосии вот нам осталось буквально 10 километров видите здесь сразу стоят такие машины жилье у моря домики эйлинги да смотрите у нас совсем близко виднеется уже морюшка сейчас прям чуть-чуть и будем там купаться главное сначала покушать и разбить лагерь хватает машин жилья у моря но мы как-то в двадцатом году помню тоже останавливались и стоит это конечно не дешево ну типа знаете от 3 500 за сарайчик вы хотите вот останавливайтесь проверяйте вдруг дальше какие мы ездите вообще просто как бы едете уже по факту смотрите что снять так вот смотреть еще заправка там сейчас вам скажу здесь по ценам значит 95 53 27 дизель 53 31 вот это получается на 5 рублей дороже чем на материке такая разница так ну что смотрите мы вот заехали получается в приморский поселочек который находится прямо на берегу моря здесь по правую руку полно кафешек здесь же недалеко феодосия это считается золотыми пляжами золотой песок где-то нам тут нужно сейчас припарковаться и осмотреться так на море волна волна причем такая серьезненькая но посмотрим вот видите вот такая атмосфера пляжи пляж это слушать подзабиты подзабиты так люди купаются море в принципе по моему и отсюда смотрю так чистенькая вот сюда что заедем покушаем вот смотрите пляжик мы вот тут вот припарковались вот она столовая столовая еда называется и мы здесь обычно кушаем но в принципе это место можно рекомендовать так зашли значит вот мы вовнутрь и купили себе две пюре с котлеты это детям на мы взяли зеленый борщ две порции и манты еще четыре хлеба и вот собственно вышло по цене смотрите мы в общем этой столовой неоднокрасно кушали всегда нормально в принципе вкусно единственное что как из рекомендации берете приборы помойте здесь их в раковине вот и потом только хорщине короче мы доехали до феодосии береговое здесь есть вот такой вот как бы дикий кемпинг если вы хотите да это настика правильно крикнуто как бы приморская береговое чуть дальше если вы хотите кемпинг обустроенный то буквально вот сто метров и там начинается кемпинг платный здесь люди стоят дикарями мы также двадцатом году здесь тоже останавливались мы хотим сейчас искупнуться привести себя в чувство и продолжить путь на запад все-таки решили как бы в одну ходку доехать до запада заодно сейчас покажу здесь пляж и искупнемся погнали ну все значит я взял пацанам еще рукава потому что неизвестно какой будет пляж в виде как люди все оборудуют строительная сетка вообще всем в принципе рекомендую и вот тут можно взять вот так вот прям тормознулся и пожить шикарно смотрите какой широкий берег минимум людей красота вот так вот все пола . вот это отдых сейчас как раз пойдем ребята первый раз в этом году мы купаемся в крыму мы ездили в керчь что тогда была непогода я думаю вы все знаете нас кремом интересуетесь и мы просто не купались золотой пляж как говорится здесь дети уже зашли вовка но все мы с вами давайте ныряем не будем тратить время мутная конечно о как здесь сразу глубоко зато песочек ладно так и запись идет все ребятки давайте раз два три погнали шикарно слушаться да не не глубоко я вот отплыл и нормально да вот я даже тут стою кстати гляньте какой берег с воды вам все покажу там от горы начинается здесь вот ребята палатках стоят летают 5 серфер и здорово так ребятки в общем давайте собираемся и едем все в крым купаться освежаться кстати вода так то вообще прозрачно я вот стою и вижу свои ноги я надеюсь вам будет видно так что водится чисто вон у меня брательник уже заплыл поплыли тоже какая волна что ребята мы накупались вы сами все видели слова переоделись и все мы двигаемся в путь в оленевку на самую западную точку мы заехали здесь вот на местную заправку оттан не нам а брательнику заправить тачку и короче смотрите здесь обязательно в масках прям вообще обязательно вот смотрите подъезжаем значит к такой парковки где можно также сделать пикник я вам уже показывал такую стояночку туалет и мусорка отдых все здесь есть а самое главное посмотрите если вы здесь остановитесь на пикничок посмотрите каким прекраснейшим видом вы проведете время и продолжите свой путь кайф смотрите как вы уже выровнялись с горами едем они уже не впереди нас а по левую руку как туда горы остаются с той стороны а вся трасса она уходит видите туда прямо как бы в степь а справа появились горы это мы как раз подъезжаем к белогорску и скоро увидите одну самую крутую одну из самых крутых локации достопримечательностей в крыму щас чуть позже покажу вот такая вот ребята белая скала им чтобы на нее попасть вам нужно просто повернуть на белогорск и там дальше но сориентируетесь можете просто приобрести наш авторский гайд где мы подробно рассказываем как на нее проехать после белой скалы опять идет монотонность и снова вот так вот холмик слева холмик справа смотрите здесь такая установленная стела симферополь есть еще крест и такой перекресток есть кстати и реверсивное движение смотреть как в крупном городе так ну что ребят смотрите значит николаевка прямо их патуре прямо джанкой направо так смотрите здесь мы значит поворачиваем и в патуре у нас уже прям темно темно давайте покажу вам вот так вот немножко город точнее огоньки смотрится в темноте конечно все так красиво а утром просыпаюсь и думаешь боже куда я попал вот он съездик такой вот и двигаемся ребятки на их патуре значит мы почти выехали из инфрополя здесь вот так припаркованы машины по правую руку потому что слева давайте вот так вот покажу слева аэропорт тот самый новый который единственный вот сейчас мимо него буду проезжать покажу поближе вот видите как много здесь машин и все они ждут когда приедут их друзья родственники знакомые они встретят и поедут куда-нибудь отдыхать в крыму с шикарным морем и с шикарными пляжами мы здесь ездили в том году здесь также была реконструкция она также до сих пор есть то есть по сути ничего не изменилось так почему-то дорога пошла туда он нас ведет прямо видимо налево это была дорога прямо в аэропорт так ну ладно сейчас посмотрим ну вот так и в патуре все окей я его спокойно так смотрите здесь значит такая вот вообще непонятная развязка куда ехать что и как такое ощущение что ты просто заезжаешь под кирпич не разметки времени ничего догадайся мол сама да сложно ехать в темноте терпеть не могу нам еще осталось до запада 150 километров вот он ребятки аэропорт очень красивый вечером он даже смотрится роскошно классно давайте вот так немножко вам покажу вот такие дела а тут прям грандиозная стройка грандиозная развязка строится будут дороги в крыму скоро обалденные ну по крайней мере самые основные магистрали да классные у нас уже 9 вечера ребята в принципе мы тавриду мы преодолели сейчас начинается дорога на запад сейчас будет темно уже долго ничего не видно посмотрите какие здесь туннели стрёмные они обеспечили поп все выехали да такие туннели конечно после сочинских особенно вообще прям как будто ты в Абхазии да так смотрите мы добрались в евпатории есть такая красивая стела евпатория а вот здесь вот слева есть кемпингисты ну то есть это такой здесь дикий кемпинг вот можно увидеть огоньки там еще кто-то видимо не спит вот можно конечно прям вообще тут останавливаться и ночевать мы здесь тоже так же пару дней жили в том году короче прикиньте прикол противник у меня едет без навигатора потому что он не позаботился о связи сразу заранее на материке еду я впереди него и понимаю что я в принципе что я в принципе ну вижу его он едет через одну машину и хопс он пропал а короче повернул не на тот поворот я подождал немножко и походу он вот повернул не туда куда на что нужно еду вот прям лечу его где-то догонять потому что у него не связи ничего нету еще красавица вот просто прикиньте вот кое-как его догнал вообще же взял повернул зачем повернул вот ребята меня конечно вряд ли видно но смысл в том то что решайте вопрос на материке со связью вот потому что он едет я его все ему не позвонить не могу ничего благо как бы я ориентируюсь в этих местах я прекрасно как бы понял походу куда он поехал и вот догнал жесть вот едет вова мы из-за тебя делаем крюк лишний 50 километров да вообще заправки не буду вот я тебе добился за ближайший уже пока ехали столько было там мы поехали по разбитой дороге с тобой по старой пошли заправляться так я не знаю как вам меня видно приехали но нас не пустили до 9 утра въезд на территорию запрещен поэтому короче прям тут щас кинем палаточку будем спать короче мы в полной темноте вот так вот возле кемпинга короче ха ха бросили в палатку детвора уже спит тёмка спит ротика и что-то буянит у меня был вот такой вот прожектор но тут еще кстати есть люди они тоже видимо ждут утра и чтобы заселиться в общем все сейчас еще чай попьем и будем ложиться спать а завтра ребятки все покажу утром в полной темноте как лайфхак поставили еще чайничек вроде он не спит ни в какую тёмка в отрубоне все чай пьем и ложимся отдыхать так просто накопил Продолжение следует...